Рокет Крэш. Сайт, который приумножит твой инвентарь. Никаких кейсов с неизвестным шансом выпадения предметов. Всё зависит только от тебя. Ставь когда хочешь, забирай что хочешь и уноси топовые скины. Ежедневные бонусы и раздачи, множество промокодов и, конечно же, быстрый вывод предметов. Всё это на сайте Рокет Крэш. Ссылка в описании. Привет, друг. Ты на канале? Смотри и учись, с тобой Миша Егоры. Сегодня будем смотреть за Топсоном, который играет на мидоум в Сикере. Обратите внимание, кстати, как ранг у Топсона. Вырос это при том, что он постоянно пробует что-то новое, что-то интересное, спамит боджей и так далее. И вот что касается Сикера, очень интересно будет посмотреть на героя в этом патче. Потому что, во-первых, добавили новый шар рейдкликерский, который работает как старая пассивка Гуля. Ну и также немножко рейдклик возможности усилили, а вот магические наоборот ослабили. Очень любопытно этот герой выглядит. Я вот, например, его ни разу не тестил, хотя очень интересно. Ну и не рискуя рейтингом, сейчас посмотрим, как играется Сикер в этом патче от игрока с 37-м рангом и двукрадами чемпиона Инта. И научимся на его примере играть на мидоумбейсе. Всем приятного просмотра. Да, всем привет. Тут еще такой пик приятный у него. То есть очень много героев, с которыми можно синергировать. Тут и Виспи есть в команде 25-го дота-плюса. Это Йонт играет на Виспи. Четверка Вис, судя по всему, нам Йонт это игрок четвертой позиции. Но тут играть, мне кажется, будет очень приятно. Супер большой файт потенциал. Они могут постоянно файты назвать, у них прям реально боевой такой графт. Так что, мне кажется, будет игра достаточно экшеновая. Ну, тем более, это Тобсон. Так что, да, интересно. Начал с третьим скиллом. Совершенно неудивительно. Таким образом, уплотнился. Ну и второй скилл, как только у него появился, сразу же законтролью с помощью него Роджерика. На принципе, у него 71 единица урона сейчас. Второй уровень. На третьем, очевидно, будет еще больше. Это при том, что он еще не играет в Рейсбенде. Он просто с тиками играет. Вот знаешь, у меня сикер ассоциируется в той или иной мере с Falcon Play дома. Тебе не так? Честно говоря, нет. А мне это кажется, интересно может выглядеть. Ну и Глипнир тоже. Но из того, что новый Корожен тоже может охренительно выглядеть. То есть возможностей в билдах у сикера, мне кажется, очень много. Ну Глипнир, Корожен, согласен. Но что-то Falcon. Falcon пока что ни разу не видел. Но теория, конечно, возможно. Кстати, я все-таки ошибся. И он играет на Кор в Веспе. Оказывается, вот третья позиция у него. Ну сейчас Веспа вообще в каждой игре берут в Кору. Это до сих пор не фиксит. До сих пор это очень сильно выглядит. Вот прям у всех про игроков с этого очень сильно подгорает. Потому что реально эти Кор в Веспе, это вообще сейчас невыносимо. Очень сильный герой сейчас. Ну стакает сейчас средний спот. Параллельно с этим дамажит другой. Хотя стак скорее всего не получится. Так и есть. Тайминг немножко не тот. Ну и в принципе это средний спот в эту сторону стакается достаточно. Неудобно. Ну в любом случае софармить сейчас два средних спота. Очень хрегает рисоваться до второго скилла. Чуть-чуть там не добил один. Но пропасил это время двух милишников. Целиком. Одного не добил, но получил за него экспу и достаточно. Крутой основан был по экспе таким образом. Там останется просто подойти один раз лучше положить на средний спот. Я разумею прямо превосходный. Это же очень крутая фишка по поводу Falcon Blade. Все-таки у Сикера есть проблемы с пулом хп. Есть проблемы с маной. И иногда очень хочется на линию добавить себе урона. Так что при всей моей ненависти к этому предмету, мне кажется, на Сикере это может сработать. Хотя, конечно, сюда можно идти шмотки получше. Ты сейчас знаешь, на таком более фармящем Сикере стартануть через Майл, а потом продолжить для файта Атоса. Или наоборот, на боевом начать с Атоса. Потом, когда сноубол прекратится, докупить себе Майл. И потом заградить просто в Глипнир, который позволит нереально комбинить со вторым скиллом. Очень круто. Не собрал этот хест урешего. На пятом уровне держит скиллпоинт. Взял двойную пачку и повел за свой лесок. Такой полулесной Сикер, такого СМИДа очень многие разыгрывают. Потому что фарм потенциал с вторым скиллом он нереально зафигит. Ну а фармит очень быстро. Но в идеале, конечно, за тьму, наверное, играть все-таки. Но тут тоже есть вот этот спотный плохой. Где можно два кемпау так подрисать. Ну еще и пачку привел, слушай, вообще фига на себя чувствовать. Крипово дофигища. Старт отличный. Слайнапа, в принципе, еще повезло на боссикре против лишь рака не так сложно, на самом деле, по игре играть. С него вообще не боишься, по идее. Герои как раз такие, которые не будут у тебя даже фарм отбирать. То есть Манки Кинг не супер такой жадный. Он может и собраться в какие-нибудь файты. Соответственно, для тебя будет легкий спейс. Там он просто на сикере ходить и где-нибудь фармить. Ну и параллельно подраться. Можно все-таки висп в команде с виспома. Они, наверное, тут вообще будет устраивать жесть. Я спешу против Феникса безумно хорошую. Которую эту проблему может составить сикер при этом. Считается контрпиком Сларка. Будем откровенны, не самый серьезный контрпик. Но все равно Сларком не приеду. И игнорирует ультимейт. Очень популярная практика на сикере. Хотя вот против слабых мидеров очень многие любят прокачать ультимейт под катапульту. Чтобы заставить противника сделать дебаун. И потом подавить на башню. Ставьте, вот катафалкам. Поглядываю табы на руну. При этом боится спускаться в лоу-граунду. Все-таки повезло. Кляшему на руну. Тут очередная сенса спускается. Вероятность погибнуть очень высокая. Ну и высоте то самое глипнер. Но глипнер вообще как будто для этого героя создавался. Если так подумать, то что в прошлом патче Сикер часто довольно залетал. И вот все играли через Атос и всякие через Юла. Через Метеор Хаммер. И вообще такой бьют максимально противный был. Ходили там на тройку, на четверку пикали. Максимально неприятный. Так что вот этот глипнер это... Как будто для него и делался. Гораздо больше теперь хочется его покупать. Это Атос встроенный. И молнии еще для фарма. А, ну кстати, по поводу фармящих игроков. Здесь столько раз, что с Виспома не могут фарм не поделить. Потому что опять же, Виспому он тоже очень быстро фармит как Сикер. Ему так же много нужно фармить. Возможно, может такое произойти, что они могут не поделить. Ну посмотрим, конечно, поиграем. У МК, кстати, отвратительный старт. Ну прям душат на линии. Здесь в Мунастром раньше был очень медовый носитель. Прям очень многие с ним играли. Вот под Макшен и первый. Если Майл сейчас залетит, то будет нереально круто. Опять же, у него саппорты с внушительным количеством контроля. То есть он может рассчитывать, что он с этим Майлом придет, кого-нибудь загрозет. Даже без отоса, то есть вот этого всего дополнительного. Ну если я второй скилл на тройку, Макс я сейчас первый и повезло. Кстати, нереально. На нейтральный айтем и брошь идеальный предмет для Сикера. Джели тоже. Не, руна, к сожалению, не заспавнивалась на топе. Интересно, а второй Джели виспу? Да, виспу. В Мангки Кинге, думаю, расстроился, но виспе действительно эффективнее. И заказывает себе камер. Монстром тоже аппарит в патче. Напоминаю, 30% сейчас шанс срабатывания, а не 25. Вроде бы звучит не особо серьезно на деле. А это бы стал куда интереснее. Но это из минусов Реши постоянно бегает. Какой-то движуха на карте. Создает. Но из плюсов тавер меди стоит. А то есть Лишрака этого добиться не особо легко. И смотри, Топсон сразу же пошел бить башню. Таким образом Лишрака притянет обратно на линию. Ну и кстати, это посмотри, какой дэмэш серьезный. 130 урона с таким атакс спидом. Вот этот апп первого скилла чувствуется. И его билд очень интересно, ведь это очень любопытно. И сломал башню. Ну и все, и получается весь вот этот план Лишрака. Бегать и гнубить вышки, он абсолютно ничего не стоял. Блин, смотришь на это, он все очень прям уверен. Как будто всю жизнь играет на этом утикере. Прям фармит так офигенно. Вышки контролит. Не дает еще, ну не поставляясь по станы. Лишрака прям пока что у него... Все круто складывается. Кстати, заменим брошку. Он пользует масло, но позит масло, это офигенная тема. Так, кстати, внутри нападения первое пошло. На Лишрак лучше делать это, конечно, под плюс какой-нибудь. Он, хотя он, видимо, рассчитывал на плюс, просто барыч зазевал. Оказалось, что Рапчур в крипа был. Я мотной, если позволишь. Ага, у Мивишника. Ну вот, это двукратный чемпионат, получается. Подлетает Бара, но Бара сразу же станет ляшей. И вот без какого-нибудь вином обескороженного выездить, никак не цепануть. Извините за небольшую исклейку. Сравнялись по времени. Дракчур в крипа выглядел достаточно забавно. Опять же, со всеми бывает. Даже... Двухратный чемпионный мир. Так, а ты посмотри, обитый ляшей здесь может и подставиться случайно. Полетел второй скилл, ляшей из-под него никак не выносит. Но, к сожалению, бывает его древнее, очень не хватило макшиного второго здесь. Ну да и ладно. И пойдет, смотри-ка, на Лича грызаться. Нет, просто уходит отсюда, но вот таким путем далеко он не уйдет. Скинул от себя второй, в принципе, сейчас большие баффы скорости получат. Феррик еще и задолжен по идее нажимать. А, ну, слушай. Ну, дисларк сэдэшкой вытимет нажимает. Эх, Феррик так и не нашел. Ты что-то было делать из этой тройки? Ну, феррик стики у него были. Мне кажется, что он в теории выживал. Он просто на эту еще переключил ПТ-шку. Ну, ладно. Супер обидная смерть. Ну, сэдэшкой очень вовремя подошел. Если бы не сэдэшкой, очевидно, он бы не рисковал совсем. Так, на топе файт делает туда сразу же телепорт. Лишрак без ТП, так что можно будет его цепануть. Правда, в одиночку на трех героев не напасть. На четырех. Смотри, попушить. Пошли все вместе под диаболики. Бар сразу же нашли, сломали. Но это нужно убегать. И бар уже настроен. Феникс без ультимейта. Мы это прекрасно помним. Ультимейта у лешего вследить. Как раз еще весь подъезд. Позиционка. Насколько же это больно стики нажал? Пассивка, пассивка. Так, он хочет еще и леча убивать. И убивает. И строжишься, еху-ху-ху-ху. Мать! Вау. Блин, реально как будто всю жизнь на этом секере играет. Он настолько идеально его чувствует. Уже какой раз. Просто какая-то жуть. Что творит Топсон? Утряна даже не верится. У него вроде... Немного матча на секере, но он офигенно себя показывает в этой игре. Супер показательная игра. Типа серебряный тират, реально не так много, но... Все настолько идеально делает. Красота, реально. И вот масочка это зарешала. То, что он в брошке отказался. С хп бывает проблемой. У него 14 уровень просто. Момент, когда двое героев потеряли с перспективой забрать только лешего. Это так грустно, вред, весело. А потом эти молнии как разлетелись по всей стороны. Ну здесь опять же момент удачи был. Так, подходит файт. Хочется кинуть рапчер на лешего, но слишком хорошая позиция. Это приширка ультимейт на единицу оставляет. Сейчас, кстати, больше смысла. Макс ультимейт, потому что его апнули. Раньше там был такой дэмэдж, что... Ну что, он видит, что его нет. Разница не особо большая, но все еще. Куда больше хочется раскидать скиллпоинты другие скиллы. Талант взял на скорость атаки. Опять же, играется вот этим вот новым первым скиллом. Напоминаю, его апнули. Сейчас скорость атаки серьезнее стала. И как думаешь, увидел ли мы ранний шарт? Вполне возможно, мне кажется. Но глипнир у него капец какой ранний получился. Но тут еще бкбшка очень сильно попахивает. И там такой драфт неприятный. Возможно, после бкбшки, как вариант. Но я просто смотрю, на вражеские драфты вообще не могут писать. Так, он тут без бкб будет играть. Там очень много контроля, очень неприятных, много скиллов. И 8600 над Порсо. Еще 15-е минуты не настало, я веду супер ранний глипнир. Много же было ситуаций, где противники рядышком стоят. Вы туда закинуть комбинацию 2-й. Причем Леший от него не отстает до сих пор. Хоть он там и погиб два раза. Но все равно все замечательно чувствует. Две тысячи разницы. Но все равно это отличный риск, как по мне. Ммм. Страдался. МК нужно как-то еще с колен поднять. Топсону мы на самом деле много спейсов, реально. Вот этими файтом. Так, кстати, вот сейчас будет реализация глипнира. Идеальный момент с Юами, кстати, Марс. Ой, как же больно. По полхп, 540 муспида уже. И сейчас загрызет моментально Марса. Скидывается, мы порешим. У меня вот чуть позицию от чайника. Чайник увел по итогу из файта. И здесь есть Манки Кинг, правда без арены. Но так за комбинейцию у Манки Кинга к фигбай ему стройный БКБ сразу же. Чтобы там где-то поданчить, где-то поставить сервер в хорошую арену. Это его единственный шанс реально комбэкнуть с собой. Можно было попробовать сейчас с Вичблейдом. Но суть в чем? Он не сможет убивать всех с руки. Герои не те. И Сар не тот. И вот Грипнир дополнительно под Манки Кинга. Грипнир как продолжение этого мультимейта Трента. При том, что это очень спорный айтем. Давайте будем откровенны. Он стоит нереально много. И за 700 золота рецептов. Да, ты освобождаешь слот. Но ты получаешь всего лишь 6 единиц урона. С статами 2 единицы силы и 2 единицы ловкости. Но зато тебе приходится платить в 4 раза больше маны. За актив. И нет какой-то альтернативной опции. Там, завязать по одной цели за 50 маны. А 200 маны. Это много. Так, и пошла комбайн. Взял здесь руны иллюзии. И будет бегать дальше с Ларком. Есть рапчер. Ну и огромная вероятность того, что слот никуда не уходит. Он без альтимейта. Только если бы вся команда за спиной оказалась, если смог бы ее рассуждать на тему разворота. На тему хотя бы эскейта. И опять пошла имбакомба. Есть здесь манкикинг. Будет палочка. Лиша герой очень мягкий. Багополочный убивает еще и пеницы зарезает. И 2000 хп. Талантный эмпиризм, кстати, взял на 15-ом. Брати внимание, ты ожидал это? По-моему, сейчас так же и так и берут. Левый талант всегда был в бой. Просто раньше справа было 325 в дороге. Но сейчас намного чаще в эмпиризме. Вот это еще такая игра редкликающая. Мне кажется, обоснованно. Типа он редкликает очень бодренько. Я бы, честно, предпочел все-таки эмпиризм. По крайней мере, в такой игре, когда он учится такой редклик билд. Когда он входит, вырезается. Я до 727 патча, 3 года бустил на сикера. Вот эти вот... Это трон со второго скилла. Даже когда выбор был между уроном со второго скилла и хпшки. Это нереально мощно даже стирит кликер. То есть у сикера же какая позиционка? Он стоит с краю файта. Скидывает ультимейт, чтобы он не один стоял, чтобы один спротивник тоже был АПК. Закидывает второй скил и ждет баф. И после бафа он заходит и режет. Вот как сейчас скинул. Теперь они оба стоят. Ищет позицию на второго скилла. Скинул. И после того, как второй скилл взорвется, он готов будет перейти в файт. До сих пор нет. И вот, у тебя не закончился, он побежал. Здесь, по-моему, трескил в этом плане нереально хорошо. Эмобилизм, конечно, очень много плодостей. Капец, как же нарезает. Но там еще очень много U-Wave. Можно и избегать постоянно эти скиллы. Но БКБшки очень не хватает. Типа с БКБшкой можно вообще ничего не бояться. Чуть-чуть до нее не хватает. Ну, слушай, подай. Нам реально все выглядит так, что он купит БКБшку. Как раз будет двадцатая минута, привезет тебе Аганим Шарт. И там, конечно, самое интересное начнется с Аганим Шартом. Позицирован пофиганно удержит. Это уже который раз. Не идет просто в центр файта. Аккуратненько пережидает скиллы. Потом там подходит, фраг делает и отступает. Либо же смотрит по ситуации. Там очень аккуратно все делает. Опачки, как нужно, очень далеко. Ну, нет, пусть это уже никак. Разогнанный сикер, слишком еще ультимейт есть, глютмир. Еще и сикер фраг. Светил этим глютмиром. Красота. И тринадцать тысяч нитворца, двадцатая минута. Это при максимально активной игре. Он сломал две вышки, самостоятельно он это сделал. Он поучаствовал в одиннадцати из четырнадцати убийств. И то пять из них помог ему. Он, по сути, засолил. Если бы не он, они бы сейчас проигрывали бы на тварцу. И вот этот вот супер жадный медовый сикер. Вроде бы хочется вот в момент, когда пикается сикер в мед. Формящий герой. И собираются формящие шмотки. Хочется переставать играть. Но здесь такая соляра. Ну, опять же. Одна из причин, почему Манкикинг не пытается камбекаться через формящие айтемы. Где-то там попробовать, видите, в БР-черк. Нет, друзья, твендас это то, что керри теперь сидит. Опять же, когда игроки на БС играют с миды, играют с формящими айтемами. С хоть сколько-то формящими айтемами. Они должны быть готовы к тому, что их керри будет страдать. Хотя они готовы, даже должны быть готовы взять на себя руль керри. На этот сайт им очень интересно, какой талант залезет. Здесь оба невероятно сильные. Правда, выбирают чаще. Потому что просто ломаный, и ты посмотри, что ему втянулся на лешего гигняга. На шерке. Ну, приходится менять позицию из-за феникса. И скидывает БКБ не очень приятно в этой ситуации. Вы скидываете, если будет рапчур на Сарха, то все будет вообще великолепно. Да, и с рапчур сбивают ему Телефорт и разменяли БКБ-шку на двух героев. Один из которых керри команда противника. И у них открыт Рошан. С талантом на вампиризм он может этого Рошана танчить без проблем. Одно вот из преимуществ таланта на вампиризм. Какая же жуть реально происходит. Настолько безошибочная игра. Уилл, кстати, он сейчас ошибся, но Боретрум, Боретрум все исправил. Слышь, он еще и дешевая шказа режет. Нет, не зарежет. Стану слишком хороший вот проказ лешего. Ой, вот проказ леча. Ну, без БКБ-шкина тяжело не прошпатиться. Хотя Боретрум вроде в какой-то момент все по красоте настолько сделал, что... Уже казалось, что сикера никак не осилят. Неприятно. Очень неприятно. И Рошанчик откладывается. Придется в таверне посеять. Очень слезно. Кое там следующий? Я бы поугадывал, пока БКБ нет. Блэдмейл неплохо зайдет. Тут очень дешево, очень сердито. А-а-а. А, слушай, это лучшее, наверное, что можно сделать. Эти реально... Мейдж Слэйр? Он же покупается не на героев, а против героев. И вот нет примера лучше, чем лишь рак. Для того, чтобы купить Мейдж Слэйр. Что ты об этом думаешь? Мне очень нравится. Еще знаю Тобсона. Мы не первый раз хотели, кстати, в этот Мейдж Слэйр выглядит. Ой, смотрим. Тобсона, 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 Тобсона. Тобсона, 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 Тобсона. Это единственный проигрок, который купил Мейдж Слэйр на Фантомку. Я на это смотрел, мне так не хотелось. Ничего воспринимать. На комфиках Мейдж Слэйр не покупал, на самом деле. Там и на Мэкэкинге играл, я точно помню. На Кинге это выглядит здорово. Охренительно круто, классно. Кинул какую-нибудь палочку. Попочки, вражеский колдун постоял встанье. Да после этого еще и секунду не колдует. Там сколько у тебя висит? Три с половиной секунды? Я не помню, если честно. Четыре. Там арены чуть-чуть задел, все. Кражеский волшебник уже не воюет. Так, и начинается файт снизу, ломится туда через всю карту. В принципе, ему спида достаточно, чтобы постараться успеть. Мы слышим, союзники очень круто держатся. Опять же, враги без феникса, без этой комбинации, арена и нова. Он все-таки перестал бежать, видишь, что команда справилась. И без него опять же у них такое преимущество серьезное. Уже. Даже не сферен, то что она практически все в Блаттикере. Их спи тоже очень круто ведут. Ну, что я, аж даже, да, я счастлив, то что он покупает на этот Мэй Шоер. Это прям стильный сокращением дистанции. Купить бы какой-нибудь, не знаешь, Лилатар. С гликниром, с посевкой, разогнанной, в принципе, может отближаться. Кстати, новый даггер на сикере, как-то. Зелененький. Я скорее красненький предпочел бы. Представь, там какой взрыва будет, сколько контроля по области. Сикера, мне кажется, нельзя как полноценного рейт-кликера рассматривать. То есть, опять же, мы топим за клик мира, не сомнел мир. Мы топим за Мэй Шоер, а не за Эбисон. То есть, Мэй Шоер, когда тебе нужен? Тогда, когда ты не можешь просто взять и убить качества волшебника за пару ударов. Это Тонки, мы не захотим, что Лилатар видеть. Кстати, смотри, как же Рошану плохо. ТХП, в принципе, не особо проседают с этим амперизмом. Идеальный момент, чтобы реализовать его. У ее, я там, противники, что это вообще, куда не полезно. Не совсем понятно. Но опять же, не отбьют Рошана, они точно проигрывают, и так они все бы попытались. Но им же вообще настолько ноль шансов на Рошане хорошо подраться. Типа там Тобсон под БКБшка вообще ничего не дается. Ариана Манки Кинга тоже им нужно на нее зайти. Обязательно у них вот три кора, три контактника. Старк бьет в упор, Марс бьет в упор, Лешрак колдует в упор. И там просто Кинг выстрелил этот файт под контролем от Тобсона, от Трента, от Бары. Настолько все вот эти моменты контроля по области круто вошли. Лешрак, кстати, файт даже не торопился, скажу больше. Он смех кинул в чат после этой драки. Блин, ну игра, конечно, вообще безумная. Не захотелось на секере еду. Захотелось разумеется. Блин, ну очень хорошо Тобсон сыграл. Грально, надо засорить. Перехвалил, хотя если вышел. Не, ну как-то это КВшка не хочет собрать. А вот сейчас хочется. Ну, пудисьма, дофигища у ее. Получайся забайтил. Он чувствует свои 2-700 хп. Опять же, это за что мы любим Тобсон, он нереально круто адаптироваться. Он играет на героя первый раз в жизни. Он делает полнейшую херню на линии. Мы сомневаемся с того, что Тобсон руинер. А потом берет и солит игру. Потому что он учится на персонажа за 5 минут игры на нем. Вампиризм-ка я только запишу. Ой, почему-то. Ой, показалось. Обменяюсь. По поводу сикера, мне хотелось на нем сыграть. Причем хотелось потестить примерно то же самое. Не на троечку оставлять второй скилл. Но вот замахстить первый, взять молнии пораньше, попармить с ними древних, потом попробовать чем-то поучаствовать. Но сначала БКБшка, а потом глибнирую. То есть вот примерные мои мысли на сикера, они и были здесь реализованы, только доведены до нормального состояния. Потому что, скорее всего, мой геймплан был хреновым. Почему я вообще не пошел сам его тестить. Почему я решил сначала реплей посмотреть. Потому что он даже звучит. Немножко с дверками здесь же, но он нереально красоту показал. Действительно, практически безупречная игра. Начиная с лейнинга, где он стоял против лешего. Против достаточно мощного героя. Даже вот этот его фармплан. Очень крутой. Его чувство герой. Вообще капец. Мы, по-моему, давно таких игр не смотрели. Вообще же безошибочная, чистая, чистая игра. Пришел, засолил. Вот реально, как ты сказал, Топсон капец, как жестко адаптируется в новых героях. Селеги на тире все-таки. Ну, середина тире-то мало. С поликом, ну, ну, матч из 40-то должно быть. Не, ты че, само зашел. Селеги на тире. Ты у меня селеги на тире ни на одном герое нет на мейне. Не может быть. Ну, ну, игр 10, наверное. Просто квестики повыполнять и все. Тем более, это только-только середина тире. Смотрите, мой, мой, мои герои. Вот самый самый высокий, 5-й на лекане. Не для серебряного тира, да хрена, нужно сыграть. Что, нечего ответить, я как раз с мейна? А я вот ищу. Мой аккаунт ищешь? Нет, всяк, у меня кто есть серебряного тира, на котором немного игры. Опять же, сколько в этом нем матчей на лекане? Ну, ты квестики сбонишь? Не уверен. Ну, вот. У меня суммарно 40 игр на лекане. Причем, после обновления, у меня на нем сыграно, ну, больше 20, это пятый тир. Больше 20. Так же, для серебряного нужно играть. Не, ну, понятно. Топсон, далеко не первый раз. 40, по-моему, это очень много. Ну, так или иначе, это больше 20. То есть, уже далеко не первый раз. В любом случае, не принижаем Топсона, ощущение, как будто он на нем сыграл не 40, а 40 тысяч матчей на этом БС. Был бы справедливость, если бы вообще в комментариях рассудили. Рассудили. То мы уже не первый раз так спорим, что серебряный тир, там, миллион матчей нужно сыграть. А все до сих пор и не рассудили, блин. А пора бы. На девятый пик, кстати, будет сейкера. Не помню, сказали бы. Но игра, конечно, жесткая. Даже, блин, вот сидишь и грустно становится. А почему игра закончилась? Так интересно смотреть было. Абсолютная MVP. Однозначно. Очень крутая игра. Боже мой. Причем он в том файте 3 левла получил. То есть с 11 на 14. Это когда вот этот ультра килл на Топа. На мужика. Причем он же даже, если бы не вылетели эти молнии, даже если бы он сдох, там, убив двоих-троих. Это все равно ведь нормальный исход. Все равно замечательный. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если игра понравилась, то обязательно ставьте лайки. Также не стесняйтесь писать ваши комментарии. И увидимся.